Такой Азовсталь. Это завод, который построен еще во времена Советского Союза. Очень много бетона, железа, есть много уровней подземные этажи. Поэтому брать данный объект штурмом, ну давайте так, смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потери как таковых не понесет. Поэтому на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. А как вы оцениваете численность сейчас там оброняющейся группировки на Азовстале? Ну я уже как-то говорил, что точную цифру, наверное, назвать никто не сможет. Даже те нацики, которые там находятся. Потому что большое количество, кроме тех, которые призывали служить Украине с начала военно-спецоперации, очень многие взяли оружие. И сколько их взяло, реально никто не знает. Поэтому это только данные такие предварительные. Три, может, четыре тысячи, может, три с половиной тысячи. Ну, поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...